Всем привет, с вами Хикаро, я вышел из новогодней спячки и выхожу в народ с новым видосом. Последнее видео 2015 года подводило некий итог ушедшего года, первое же видео 2016 года будет взглядом в будущее. А именно списком самых крупных, самых ожидаемых игр, выходящих в новом 2016 году. Поехали! Начнем прямо по календарю с игр, даты выхода которых уже четко определены. Списк открывает XCOM 2, продолжение тактической стратегии XCOM Enemy Unknown 2012 года, которая в свою очередь была ремейком игры XCOM аж 93 года выпуска. XCOM 2 выйдет 5 февраля и предложит нам побыть в шкуре лидера секретной организации XCOM, ведущей повстанческую борьбу с ни много ни мало инопланетной расой, оккупировавшей нашу любимую планету Земля. Продолжаем. Пока мы тут у себя 23 февраля будем отмечать День Защитника Отечества, выйдет Far Cry Primal. По нему я сделал целый видос, поэтому разглагольствовать особо не буду. Далее перемещаемся к международному женскому дню. Пока прекрасная половина нашего человечества будет требовать к себе повышенного внимания, другая половина будет уже вовсю играть в The Division. Многострадальный многопользовательский шутер в открытом мире от Ubisoft. Почему многострадальный? Потому что анонсирован он был очень давно, анонс всех поразил до глубины души и после этого игра пропала, просто пропала. И тут она вернулась и все такие, ну окей, выйдет и выйдет. 8 марта The Division. А уже через три дня после этого, 11 марта, выходит Hitman. После совершенно невнятного Hitman Absolution с его дурным послевкусием хочется видеть от нового Хитмана возвращение в стилистику Blood Money, по мне так лучшей части из этой серии игр. Отойти от экшена и излишней кинематографичности Absolution к более спокойному, вдумчивому, разветвленному стелс-геймплею. Ну посмотрим, чем нас порадует Агент 47 в этом году. 18 марта выходит главный эксклюзив PlayStation 4 на данный момент Uncharted 4, завершение истории Нейтана Дрейка, а заодно из самого главного эксклюзивного проекта Sony. Что они будут делать теперь и кого они будут выпячивать в своих конференциях в качестве игрового авангарда, я не знаю. Уж очень много Sony поставили именно на эту игровую серию. В любом случае, выход Uncharted 4 это праздник для всех обладателей PlayStation 4, и для меня в том числе. 5 апреля в борьбу консольных эксклюзивов вступает Microsoft со своим Quantum Break, традиционным долгостроем от финской студии Remedy, подарившей нам Макса Пэйна и Алана Уэйка. Поговаривают, что Quantum Break в конце концов может появиться и на ПК. 12 апреля любители рвать свои нервы в клочья возрадуются, так как выйдет Dark Souls 3. Продолжение уже ставшей культовой серии игр, возвращающей игроков в беспощадный, мрачный, но в то же время такой притягательный мир темных душ. 24 мая выходит Mirror's Edge 2, продолжение игры, которая, будучи совершенно скудной с геймплейной и сюжетной точки зрения, все же захватила сердца и умы многих игроков. Во второй части ждем уже хорошего сюжета и разнообразного геймплея. Далее календарь релизов переносит нас аж в конец лета, к 23 августа, к выходу Deus Ex Mankind Divided. Кто хотя бы изредка посещает мои стримы, знает, что я к первой части, к Deus Ex Human Revolution, мягко говоря, неравнодушен. И я глубоко убежден, что Mankind Divided будет одним из самых громких релизов, возможно, даже претендентом на игру года. Чего я жду от самой игры, что она будет мощнее первой части, мощнее геймплейно, стилистически и драматургически. И у Deus Ex есть все инструменты, чтобы все это провернуть. В общем, жду, надеюсь и верю. Итак, игры с четко определенной датой релиза закончились. Теперь переходим к тем играм, которые собираются выходить в 2016 году, но пока непонятно, когда именно. Начнем с игры Record, красивейшего Xbox One эксклюзива, о котором неизвестно ровным счетом ничегошеньки, кроме того, что, возможно, игра также когда-нибудь появится на ПК. О чем заявил сам Фил Спенсер, босс Xbox'а. No Man's Sky, долгостройный эксклюзив от Sony, о котором также толком ничего неизвестно, кроме того, что в игре будет бесконечная генерируемая вселенная, которую предстоит исследовать самому игроку. Horizon Zero Dawn, еще один эксклюзив от Sony, об этой игре известно уже чуть больше, это экшен в открытом мире в сеттинге постапокалипсиса с роботизированными динозаврами. Ну, по крайней мере, выглядит красиво. Mafia 3, о которой я тоже делал видео со своими опасениями по игре, также не обзавелась датой выхода, но надеемся, что выйдет именно в 2016 году. А не то игра рискует опоздать в технологическом плане. Mass Effect Andromeda. Опять же, кто посещает мои стримы, знает, что Mass Effect я просто обожаю и жду новую часть с большим нетерпением. Другое дело, что по Андромеде пока что неизвестно ровным счетом ничегошеньки. Только скупые трейлеры пытаются пролить свет на игру, но этого явно недостаточно для проекта такого масштаба. Естественно, более развернутая информация по играм и даты их выхода будут поступать в течение года, большинство этой информации традиционно мы получим на выставке E3 в июне. Там же мы без сомнения увидим анонсы совершенно новых игр, как то Battlefield V, которая должна таки подоспеть именно в этом году. Также 2016 год не обойдется и без новой Call of Duty, которую на этот раз разрабатывают Infinity Ward. И пока непонятной ситуации с новой частью Assassin's Creed. Ведь ходят слухи, что следующую часть мы можем ждать лишь в 2017 году. А место Assassin's Creed в этом году займет не что иное, как Watch Dogs 2. Вроде все основное обговорил, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые будете в курсе основных событий игровой индустрии. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео, я читаю все комментарии. У микрофона с вами как всегда был я, Хикаро. Удачи вам, любви и терпения. Все пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok